Наше состояние, которое мы испытываем, да, состояние счастья или несчастья, оно определяется не суммой, не объемом достижений, которые у нас есть. Оно определяется тем чувством, которое мы испытываем во взаимоотношениях с людьми. Результат, да, он строится, когда вы действуете из интереса, когда вам нравится, когда у вас получается. И вот результаты ваши, они ценны с той точки зрения, что они создаются в диалоге и в партнерстве с собой, со своим истинным интересом. Женщины, вы всегда будете неправы по чьим-то меркам, вы понимаете это? Потому что все тренера, которые говорят, как женщине быть правильной, описывают примерно идеал своей женщины, которая, как им кажется, должна у них быть, основываясь на их непростых отношениях с матерью в детстве. И то, что вам нужно сделать, это свою активность довести с семерки до десятки, ровно как и женскую составляющую свою. Не надо отказываться от того, чтобы быть активной. Все негативные проявления, которые у нас есть, позволяли в прошлом добиваться тех результатов, которые у вас есть сегодня. Но в чем заключается развитие? Развитие нужно тогда, когда ваши инструменты, которыми вы умеете пользоваться, неадекватны вашему новому запросу, который у вас есть. Иногда вы этот запрос не можете сформулировать, артикулировать. И вот метаморфозы, мы помогаем здесь вам артикулировать ваш запрос, то есть конкретизировать его и понять, что мои инструменты, они неплохие. То есть это неплохо. Просто они неадекватны с точки зрения нового запроса, который у меня есть. Ведь каждому человеку хочется, чтобы у него было, например, счастье в личных отношениях. Взаимопонимание, поддержка, эмоции. А такой тип поведения, он будет приводить к тому, что отношения складываться не будут. И наше состояние, которое мы испытываем, состояние счастья или несчастья, оно определяется не суммой, не объемом достижений, которые у нас есть. Оно определяется тем чувством, которое мы испытываем во взаимоотношениях с людьми. А результаты наши, почему они важны с точки зрения жизни? Вы понимаете, что такое результат вообще? Свой, личный, бизнес-результат. Результат – это показывает ваша способность построить отношения с кем? С собой. То есть результат, он строится, когда вы действуете из интереса, когда вам нравится, когда у вас получается. И вот результаты ваши, они ценны с той точки зрения, что они создаются в диалоге и в партнерстве с собой, со своим истинным интересом. И когда начинается, что вы начинаете результат уже больше-больше через преодоление, вы просто видите, что и результаты не получаются, и чувства не то. То есть нам мир говорит в двух характеристиках. Это результаты, факты. И второе – это ощущение, которое у нас есть внутри. И ты уже понимаешь, что чтобы быть там, где ты хочешь, быть прежде всего любящей и любимой. Быть любящей, быть любимой, но для этого надо быть любящей еще. И вот это вопрос уже не просто активности. Хотя, глядите, с вами все в порядке. Нужно быть активной и наглой, но просто нужно уже… Вот давайте я вам скажу. Женщины. Есть активные женщины такие. Вот вы активные. Какая мысль к вам? Представьте. Вот кто такой? Вот вы локомотив, вы как бы пробивная. Вы достигатор в целом. Супер. Клево. То есть какая у вас есть идея, да? Ну, какую частую идею вам внушают или вы внушаетесь этой идее? Типа для того, чтобы вы стали счастливыми, вам нужно как бы активную свою вот эту вот локомотивность снизить, а женскость раскрыть. Правильно? Да. Такая вот идея. Да. Хрень полная. Давайте сейчас об этом поговорим немножко, да? Два слова буквально. Вот, допустим, у вас два индикатора, да? Это степень вашей активности и степень вашей любви, доверия, вот этого вот чувства. Да? Вы понимаете, что у вас, например, достигаторство там на 7-8. И вы думаете, что вам теперь достигаторство надо как бы до 2-3 снизить, например, а это переложить в женскость. Правильно? Женщины, вы всегда будете неправы по чьим-то меркам. Вы понимаете это? Невозможно быть в 21 веке правой. Ну, типа, вы сидите дома с детьми, построили, вам говорят, ты нихрена не делаешь, ты ничего не достигаешь, у тебя нет бизнеса, ты будешь одна дура, да? Такая, блин, надо идти делать бизнес. Вы становитесь активной, там, получаете результаты. Вам говорят, ты яйца отрастила, срезай. Такой, твою мать, ладно. Так, по какой методологии пойдем? Так, вот эти говорят, надо так, юбку в пол, борщ варить. Ладно, нахрен, плюнули. Допустим, да, вы такая активная, все, бросили, бизнес, все, решили, что будете любящей. Значит, варите борщ. А он говорит, блядь, несыроедческий. Он говорит, твою мать, опять не права, ладно. Он говорит, джинсы оделай. Ты знаешь, что у тебя вот как бы спираль соединения с центром земли? Ты вот как бы маточную энергию сейчас не взаимодействуешь как бы с пространством поля. Твою мать, ладно, юбка, не та. Должна была сама вышить, читая мантру. Твою мать. Ну, то есть, вы поймите, что вы будете всегда неправы, потому что все тренера, которые говорят, как женщине быть правильной, описывают примерно идеал своей женщины, которая, как им кажется, должна у них быть, основываясь на их непростых отношениях с матерью в детстве. Но вот эта вот идея, да, которая витает в воздухе, о том, что вам нужно перестать быть активной. И тогда я встречу мужика, который будет сильнее, чем я. Я вам хочу открыть секрет. Нет, этого в вашей жизни не случится никогда. Это нормально, потому что вам не надо быть... Что вы говорите? Дайте я отрежу кусок себя. Вот я такая, давайте я перестану быть такой. Это равноценно самоубийству, вы отрезаете кусок себя. И это, ну вот попробуйте, давайте попробуйте месяц сидеть дома и читать книги по женскому саморазвитию. Я скажу, что с вами будет. Я скажу, что с вами будет. Более того, мужчину такого, который, значит, отношения, который такой вот, который будет еще запрещать вам развиваться, ну в идеале, чтобы, да, чтобы вообще хорошо, чтобы такой был. И знаете, что с вами будет? Где-то через полгодика вы начнете болеть. У кого уже такой был? У меня было. Спасибо. Ты и ты еще хотела сказать? Юля, да? Юля? А, да, пожалуйста, что ты хотела сказать? Про фонжиду. Да. В общем, у меня другое мышление на этот счет. Я раньше думала, что наоборот, да, нужно быть активной и все такое. Потом, когда я начала встречаться с своими парнями, я поняла, что не нужно выпячивать, все, нужно просто научиться принимать. Супер, Юля, тебе сколько лет? 22. Ладно, присядь пока. Спасибо. Нет, ты бороват, все хорошо. Но у нас тут как бы наболевшее уже. Идея того, да, это, кстати, клево, когда, ну, девочки, на самом деле, проходят 20 лет, это супер, здорово, и, ну, вы понимаете, да, я это называю биатлон просто. Когда делаешь что-то не так, ты просто временем наматываешь еще один кружок, да, такой. Вот еще один, еще один. Наша задача просто новые круги не наматывать. И идея в том, что, ну, вы понимаете, что все состоит там энергии, и у вас есть мужская энергия, есть женская энергия. И этих энергий должно быть изобилие, и то, и другое. Вы видели, наверное, да, вот знак иньянь, там есть и черное и белое, но оно находится в гармонии друг с другом. И то, что вам нужно сделать, это свою активность довести с семерки до десятки, ровно как и женскую составляющую свою. Не надо отказываться от того, чтобы быть активной. Кто бы хотел быть активным? Кто бы хотел уметь достигать реально? Да многие хотели бы навыки, которые вы внутри себя обесцениваете. А почему вы их обесцениваете? Вы их обесцениваете, потому что сейчас, знаете, вот эта ядерная бомба в руках слесаря сейчас. Потому что вы этой активностью что копаете? Вы копаете опять достижение бизнеса, какие-то активные внешние проявления, которые вам понятны. И эта активность, она к чему приводит? Смотрите, есть мужская энергия, есть женская энергия. Мужская энергия – это жизнь во времени. То есть мужская составляющая имеет временной аспект. Временной аспект означает, что вы постоянно вспоминаете, как было прикольно, и думаете погружены в будущее того, как будет хорошо, когда вы возьмете новую вершину. Вы живете во времени, но время лишает вас самого ценного и главного. Женская энергия – это прежде всего, то есть идеальная мужская энергия – это такое достижение, это идеальное будущее, это смелость, это амбиции, это активность, это шаг вперед. А женское проявление – это женская составляющая. Это когда вы, то есть когда у нас фокус только на мужскую составляющую, то с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с идеей, что меня будут любить, и я буду любить и любим, когда я достигну чего-то, что по моим критериям является существенным и значимым результатом. Понятная идея? Проблема с этой идеей только в том, что она не работает, это не так. Это никогда не случается. Вот я говорю, я специально до миллиарда дошел, чтобы понять, что это не связано с внутренним ощущением. Это не значит, что миллиард – это плохо, и не надо этим заниматься. Это значит, что это разные задачи просто. Это разные задачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова